Микс Ньюс Историк и публицист Игорь Ватурин у нас в студии. Добрый день! Добрый день! Сегодня особый все-таки день и хочу у вас спросить, естественно, как историка и просто как человека, может быть, как гражданина Латвии, вот ваше отношение, не знаю, к 9 маю, к 8 маю? Нет, ну прежде всего всех с праздником, правда, кто что празднует. Кто-то отмечает День Европы, кто-то День Победы, ну, все, кто отмечают в демократической, в реально демократической стране, имеют на это право отмечать, что они хотят, когда они хотят, в том виде, в каком они хотят, либо это не ущемляло там права других, сограждан и сонеграждан. Вот, так что с праздником всех слушателей Болткома, кто что отмечает. Что касается вот этой вечной темы 8 и 9 мая, то это одно из, ну, наверное, у нас вот есть два таких выдающихся и провокационных мероприятия календарных. Это 16 марта и 9 мая. При этом 16 марта имеется в виду не то, что там возлагают цветы и чтят погибших легионеров в Лестене, а именно вот это вот шествие, возложение цветов, аллея славы у памятника свободы с флагами Латвии. А 9 мая это, ну, не, ну, то есть это не 8 мая там на Братском кладбище или в сало спился, а это именно 9 мая у памятника освободителям в Задвинье. Под выдающимся я имею в виду, что вот эти два события календарных, они выдаются на общем фоне, а провокационные, это в нейтральном смысле от латинского слова провокары, то есть возбуждать, вот, что они возбуждают вот разные версии, разное отношение. И не то, чтобы это были, ну, самые-самые главные события, но в отличие от каких-то, может быть, даже более важных событий, вот, например, там, 18 ноября, вот, в прошлом году было «Столетие Латвии». Очень важное событие, но мы понимаем, что это за событие. Там есть программа отмечания. Таких противоречивых чувств. Да, это вызывает какое-то отношение, может вызывать дискуссии, но предмет отмечания, он не является диаметрально противоположным у отмечания и отношения, не является диаметрально противоположным у разных групп населения Латвии. А вот эти два события, они вызывают резонанс и внутри страны, и за ее пределами, и кипят страсти, и идут обсуждения. Ну, и мы вот сегодня тоже это обсуждаем. Если говорить о 9 мая, вот, у памятника освободителям, ну, и в других местах, вот, в Даугупилсе сегодня было такое очень любопытное мероприятие, то это очень многосоставное, сложное мероприятие. При этом, конечно, оно имеет отношение ко Второй мировой войне, и тут уместна дискуссия на эту тему, но люди, которые собираются у памятника в Риге за Двиной, они, конечно, прежде всего ведут не исторические дискуссии, а там проходит русский праздник песни и чуть-чуть танца. Там люди встречаются друг с другом некоторые раз в год, и это такой русский фестиваль, русский праздник песни, можно сказать. И там уже палатки, шашлыки, пикник, и вечером салют, утром возложение цветов. Это, ну, народное мероприятие. Причем таким оно было не сразу. Я, как журналист, регулярно отслеживал происходящее у памятника освободителям на 9 мая, и где-то до начала 2000-х, в общем, это было во многом мероприятие, заточенное именно на чествование ветеранов, и там больше все-таки были люди, так или иначе, связанные непосредственно с войной и членами их семей, и основным организатором выступали какие-то ветеранские организации при участии там партии, которые видели в этом какое-то поле для своей деятельности. И там был, конечно, такой отчасти протестный такой вот настрой. Там говорили иногда такие достаточно жесткие речи. И собиралось там куда меньше народу, чем сегодня. Хотя тоже достаточно много. Но вот где-то с начала 2000-х там как-то начал происходить сдвиг, что вот эта вот ветеранская часть, она, конечно, осталась, связь там с календарем и с историей осталась, но стало больше песен, стало собираться больше народа, и это стало двигаться в сторону народного фестиваля, и достигло своего эпогея где-то вот в 2013 году, когда вот после Крыма, скажем так, ну вот это событие внесло свои коррективы, и сегодня это мероприятие стало еще более противоречивым. Вот если до Крыма там обычно с утра для ветеранов, чтобы они там не сидели дома, а выходили к памятнику, транслировали из Москвы парад с Красной площади, то сейчас, конечно, этого не делается, но, скажем так, вот ностальгический характер по Советскому Союзу, пророссийский характер этого мероприятия, они тоже несомненны. То есть, с одной стороны, это очень латвийское мероприятие, можно сказать, точка сборки русской общины Латвии, но я думаю, что часть людей после Крыма, и вообще они туда, которые ходили туда до того, они сейчас, скажем так, не так стремятся там появиться. Но людей по-прежнему достаточно много, не думаю, что это 100 тысяч, которые обычно заявляют, ну, где-то 1050 там, наверное, за день так или иначе проходит. Противоречивое мероприятие, но в демократической стороне все имеют право на все и отмечать так, как им хочется, нравится. Ну и, конечно, это крупнейшее предвыборное мероприятие партии «Согласие». Тоже, хотя там вроде бы как прямая партийная агитация, ну, как это вот, ее нет, но все понимают, кто это делает, и, ну, а почему бы нет? Я, кстати говоря, не очень понимаю, почему бы там не раздавать какие-нибудь там листовки тем, кто реально за этим стоит и все это делает. Что касается по российской характере, не хотелось бы цепляться, может быть, к словам, но вот, ну, мне так кажется, что вне зависимости от Крыма, вот о чем вы упомянули, ну, все равно это событие в той или иной степени будет связано с российской историей, потому что, если говорить объективно, ну, все-таки не хочется какие-то штампы употреблять, ну, народ, не знаю, советский, скорее всего, граждане, не знаю, там, РСФСР и совсем уж так вот быть занудным, ну, все-таки внесли именно они самый большой вклад во Вторую мировую войну, не умаляя там сил коалиции и так далее, и так далее. Но было бы странно, если бы это было мероприятие вообще чисто латвийское, с учетом того, что латвийское государство устами ее, по крайней мере, нынешних властей говорит о том, что мы вообще в этой войне только жертвы, мы не участвуем ни на одной стороне, ни на второй стороне, поэтому было бы странно, что это было бы чисто вообще латвийское мероприятие, не привязанное к факту, не знаю, победы во Второй мировой войне? Нет, ну вот это как-то законный вопрос, но мы тут должны тогда сказать, чем была Вторая мировая война, насколько мы это можем себе знать и представить сегодня. И, ну, конечно же, отмечая 9 мая, радуясь весне, маю и тому, что действительно 8-9 мая, там в разных часовых поясах, по-разному, закончилось смертоубийство на Европейском театре военных действий. Ну, то есть, можно сказать, что это победа жизни над смертью отчасти, да? Ну, этому можно только радоваться. С другой стороны, ну, надо понимать, что вот это представление о Второй мировой войне как Великой Отечественной и как Этической войне, то есть, когда силы света, добра боролись с силами тьмы, зла, абсолютным злом. Ну, такое представление, конечно, может существовать там в семейной традиции, ну, такой мифопоэтической всегда. Но если мы включаем рациональность, то, конечно, оно не выдерживает никакой критики. Но если мы представим себе любую другую большую войну, ну, вот, например, Наполеоновские войны начала 19 века, то обычно мы говорим, ну, там своя ситуация была у Наполеона, своя ситуация у антинаполеоновской коалиции. Ну, и там, ну, у всех были свои резоны. Шло так, по ходу событий, там, с разных сторон были чудеса, там, военной доблести, были всякие, там, несуразности и подлости, столько-то человек убито, исход войны такой-то. И мы понимаем, что, ну, Наполеон, там, был непростым человеком, но вряд ли олицетворением, там, абсолютного зла. Ну, и наоборот. Ну, а в данном случае Второй мировой войны, к сожалению, вот в русскоязычном пространстве и в России сохраняется и культивируется представление времен самой войны. То есть, когда идет война, то представление о противнике, как о дьяволе и супостате, оно, естественно, для любой воюющей страны. А сейчас что-то есть? И сегодня то же самое, абсолютно. Ну, вот когда там, вот, проводится там какая-то вот, даже ограниченная спецоперация против террористов, естественно, там, ну, говорят, что вот мы за порядок, за мир, за спокойствие, а это вот супостаты там его расшатывают. Ну, а в свою очередь террористы перед актом террора, они говорят, что вот мы тут за Аллаха или, там, наоборот, как мы знаем, иногда даже за христианские ценности против вот негодяев и супостатов. Но когда война заканчивается, и вот необходимость в такой вот пропаганде как части боевых действий, это тоже оружие, вот эта вот востребованность снижается, ну, и тем более, там, полвека спустя, 70 лет спустя, то надо уже как-то более взвешенному к этому относиться. И я думаю, на сегодняшний день мы понимаем, вот включив рацию, да, может быть, 9 мая – это не самый такой правильный день, когда надо включать рацию и начинать вот дискутировать об этом, потому что это народный, мифологический, ну, как всякий народный праздник, мифопоэтический праздник. Но это ведь самого факта того, что действительно Третий Рейх был, ну, не знаю, называете абсолютное зло или очень большое зло, ведь это не умаляет ни через 50 лет, ни через 70, ни через 100. Я бы, ну, то, что в рамках режима Третьего Рейха этот режим творил зло, я с этим соглашусь. Но, с другой стороны, столь же, мне кажется, правдоподобно и суждение, что вот и Третий Рейх, и с его национал-социалистической идеологией, и Советский Союз, его интернационал-социалистической идеологией, это были абсолютно культура, к сожалению, культуросообразные режимы 20 века, кровавого 20 века, которые возникли неспроста, там, после Первой мировой войны и вот этой серии, там, революций, переворотов, после того, как это сформулировалось еще до Первой мировой, Фридрих Ницше, Бог умер, и в одном случае основополагающим вот этим принципом стал принцип крови и почвы, вот, расширение жизненного пространства. Это ведь не просто какое-то вот зло пришло Гитлеру в голову, и он начал там ненавидеть евреев и там бесчинствовать. Нет, эта идея, она вынашивалась, по крайней мере, с середины 19 века, но заняла главенствующие позиции именно вот в веке 20-м. Ну, идея вот социалистической революции, что пролетариат – это основной класс, и он должен вот овладеть всем миром, а буржуев надо или перековать, или расстрелять. Ну, и, в общем-то, вот мы видели, к чему вели эти идеи. Да, под этими знаменами творилось страшное зло, и после Первой мировой войны на Западе, и Второй мировой войны в Германии и в Советском Союзе, я думаю, вот стремление воевать, оно отчасти, ну, осталось закодированным. Поэтому, кстати говоря, вот эта вот такая активная военная, такая милитаристская пропаганда в России, мне кажется, она вряд ли сработает, потому что всё-таки Вторая мировая война, и вот те потери, которые потерпел бывший советский народ и русский народ в ходе этой войны, они, ну, вот цена этой победы, она ни с чем не сравнима. И с одной стороны, можно сказать, ну да, хорошо, что там переломили хребет Третьему Рейху, но на территории Латвии 9 мая – это действительно день победы жизни над смертью, победы Красной Армии над армией Третьего Рейха, ну, и начало советской оккупации. Игорь Батолин, у нас в студии, приемлемо с недолго, новости реклама, не переключайтесь. Публицией-историк Игорь Батолин у нас в студии, много ещё тем, которые надо обсудить, поскольку неделя была тоже полна событиями, важный, конечно, такой аспект, я бы сказал, наиважнейший, выборы президента Латвии. Здесь, наверное, можно дискутировать, что даже для, не знаю, для Латвии важнее выборы Европарламента 25 мая, или выборы президента сеймом 29 мая. Не, ну это разные, по словам, важные события. Конечно, но что касается, действительно, выборов президента, ну, до недавнего времени, ну, уже, казалось, до вчерашнего дня, казалось бы, ну, видимо, выборы пройдут как-то без выбора, даже непонятно, с кем будет господин Левиц дискутировать, может быть, сам с собой. Да, вот, ну, вчера уже появился первый кандидат, сейчас он называют Дидзе Шмидца из КПВ ЛВ. Вот, всё-таки, вот этот, не знаю, феномен, не феномен господина Левица, и вообще, как так получилось, что, ну, даже у партии правящей коалиции как-то скудно оказалось с кандидатами? Или просто решили на сей раз не тратить время на формальные, там, первые, вторые, там, туры, понимая, что всё равно фаворит один? Ну, здесь, по-моему, прежде всего, сработал фактор самого Эгела Левица, который является выдающейся фигурой латвийской и политики, можно сказать, вообще вот восстановленной государственности. Выдающейся не потому, что он носитель, там, света и радости, а потому, что он вот действительно выдаётся на общем фоне и сыграл решающую роль в уточнении, вот, выковке, определении вот этого курса идеологической линии, которая, ну, в общем, можно которую проследить на протяжении последних... Это удивительно, при этом нельзя сказать, что он более 20 лет. Очень узнаваемый, да, в простом народе? Ну да, и он до поры до времени был такой теневой фигурой. То есть, очень влиятельный, да? Да, хотя особо тоже он там не стоился, но, тем не менее, какие-то вот основополагающие документы времён Народного фронта, ну и вот, конечно, его шедевр и визитная карточка – это преамбула к Сатверсме, где, по сути дела, текст латвийского гимна, сочинённый там в 60-е годы XIX века Карлисом Баумани, вот они как бы разбираются там на юридическом таком вот толмудическом языке, что вот, что бы вот значило, что там латышские парни поют, а девушки пляшут с точки зрения права, это значит, что они на своей земле могут там то, то и то. Но, честно говоря, эта преамбула читается, как такая вот юридическая поэма, вот, написанная таким вот белым стихом. И не было бы в ней ничего страшного, была бы такая просто вот виньетка ложной сути, но если бы это всё-таки не был основной закон государства. Которого, в принципе, я так понимаю, преамбула зачастую входит в противоречие с основным, с темом Конституции, то есть, с одной стороны, там есть статья, что вся власть в Латвии принадлежит народу Латвии, а в преамбуле говорится, нет, у нас тут вот латышские девушки пляшут, а парни поют. И поэтому вот суд при принятии решения, вот как недавнее решение там по школам нацменьшинств, вот опять же ссылался на преамбулу. Вот тут вот у нас, да, вот латышская нация, а не какая-нибудь другая. Ну, конечно, да. И господин Левец, он, ну, такой вот национал-романтический птеродактиль, вот, корнями уходящий в XIX век. Хотя, с другой стороны, он невероятно импозантная фигура, он неплохой оратор, хотя чуть-чуть суховат, но тем не менее, очень логичен, умеет держаться, знает языки и, в общем-то, он вот... Кстати, по-моему, и русский в том числе. Ну, да, и не пройдя, ну, про русский я не знаю, я с ним общался только на латышском. Да, по крайней мере, так написано в его CV, да. Ну, вполне возможно, да. И, скажем так, потерпев поражение в прошлый раз, он в этот раз избрал такую, я бы сказал, железобетонную тактику, заручился поддержкой коалиции, встретился со всеми партиями, и, ну, вот, я думаю, что реально никакой альтернативы не будет. Ну, да, там появились какие-то кандидаты, чтобы спасти лицо латвийской демократической процедуры, но я думаю, что если бы там не будет какого-то, ну, очень неожиданного события, скорее всего, господин Левиц будет нашим президентом, и, с другой стороны, это неплохо, потому что, извините, если мы, вот, почти 30 лет живем в вибрациях идей господина Левица, ну, давайте мы уже его увидим и... В действии. Да, освещенным на сцене, освещенного всеми софитами, и мы тогда сможем до конца осознать, понять, кто он такой. При этом... Ассоцему, как сказал Затлерс, да. Ну, да, при этом надо, опять же, отдать должное. Господин Левиц очень хорошо владеет современной демократической риторикой, и он любую архаическую идею может вот упаковать в такой фантик, что там не поймешь даже, что это вот на самом деле говорит мастеродактель, и такой вот национал-консерватор, национал-романтик. Но господин Левиц, прежде всего, мне кажется, является вызовом и таким, если угодно, грузом на ногах развития Латвии в смысле титульной нации, если мы так будем говорить, потому что его позиция по нацменьшинствам, она очень простая. Если вы в себя включаете вот эту вот латышскую идентичность как государственной там титульной нации, то дальше вы можете там развивать свою, свои там другие идентичности, сколько влезет. В этом смысле господин Левиц юрист, он понимает, что такое права, и если вы вот признаете право государства латышей на роль государственной нации, то дальше, ну, в общем-то, можете там делать все, что хотите. Ну, за свой счет. Да, но это, извините, в этом ничего нового нет. Я думаю, что там все остальные президенты так или иначе придерживались примерно той же позиции. Включая, кстати, господина Вейнис. Да, но проблема Латвии с господином Левицем и не им самим, а вот этой позиции, что вот вообще в начале 20 века есть титульная нация, и вообще вот этот вот человек, он должен быть четко осознавать свою идентичность, именно национальную, этническую. А если нет, то он как бы вот, он странный случай. Но мы видим, что вот в эпоху глобализации, наоборот, вот эта вот этническая и государственная идентичность, они, ну, объективно слабеют, потому что люди мобильные, они живут там на несколько стран, и по работе, и по жизни они активно перемещаются по миру. И вот такая жесткая трактовка в духе государства-нации где-то середины 19 века, ну, она уже как-то, ну, ну, это архаика, это анахронизм. И поэтому я желаю всем нам вместе с господином Левицем вот как бы еще раз осознать вот эти вибрации, понять, что мы таки в них находимся, и как-то вот отряхнуть этот прах с наших ног и задуматься, а в чем, собственно говоря, состоит альтернатива. Я имею в виду не персон, не господина Левица лично, а вот другая, ну, другой проект латвийского развития. И надо сказать, что на сегодняшний день, ну, те партии, которые, в общем, ну, с подозрением относятся вот к такому национал-романтическому или национал-консервативному сценарию, они, ну, критикуют отдельные аспекты, выступают с отдельными инициативами, но не предлагают другого сценария, другой картины мира, если угодно. А надо сказать, что вот наследие, что господин Левиц появился не на пустом месте, а вот когда в июне сорокового года Латвия была оккупирована Советским Союзом, а потом в августе, в начале августа включена в состав, инкорпорирована, то, собственно говоря, после восстановления независимости, собственно говоря, латвийская жизнь политическая, она началась вот в этом самом месте. Ну, да, восстановили демократическое устройство до переворота Ульманиса, вот эту Латвийскую республику, 18 ноября, но вот этот вот воздух, он как бы был расконсервирован из латышской эмиграции, из местных каких-то вот бабушкиных сундуков, и, ну, мы вот как бы оказались снова вот в мире этих представлений, а господин Левиц их просто оформил. Да, вот у меня такое ощущение, может быть, я не прав, вот если бы господин Левиц был бы депутатом Сейма сейчас, ну, к примеру, сегодня, сидел бы в зале заседаний, вряд ли бы он бы поддержал законопроект об автоматическом гражданстве детям-негражданам. Ну, у меня такое ощущение. С учетом того, как поступают вот те партии, которые его горячо поддерживают, я имею в виду ТБ и новые консерваторы. Ну, мне трудно сказать, что господин Левиц действительно выдающаяся фигура в латвийском политике, и он может осуществлять неожиданные ходы, и поэтому он интересная фигура, его надо иметь в виду, и лучший способ отнестись к господину Левицу – это не ругаться, не наделять его всякими уничижительными эпитетами. Когда я говорю «птеродактиль», я использую это как метафору анахронизма, архаизма представлений, но при этом он умеет все это подать на современном, очень продвинутом политологическом языке, а вот лучшее отношение – это предложить альтернативу для Латвии, ее развитие, вот какой должна быть Латвия в эпоху глобализации, хотим мы этого или не хотим, с тем, чтобы сохранить то, чем мы гордимся, сохранить и латышский язык, и языковое и культурное многообразие, но при этом обеспечить развитие и лидерство Латвии вот в своем сегменте в европейском пространстве. И это явно не возвращение к каким-то советской действительности, может быть, ностальгия по юности, по каким-то советским явлениям, вещам, людям, привычкам, но в карете прошлого далеко не уедешь, и в современном мире это именно, вот, может быть, интересный ностальгический исторический сюжет, но советские практики, они, Советский Союз, собственно говоря, распался там, потому что они перестали работать, плюс особое стечение обстоятельств. – А сегодня нужны какие-то совершенно другие решения, и в этом весь ужас и прелесть этой ситуации. – Может быть, такой последний вопрос, у меня такого ощущения все-таки, что латвийская политика, в целом, я, наверное, не люблю каких-то обобщений, но в целом она очень стала, не знаю, правоконсервативной, очень правоконсервативной, и тот голос, не знаю, либерального там крыла, вот, который вы, к примеру, представляете, там, для развития ЗАА или, не знаю, там, левого крыла, он совершенно не слышно. Я сейчас даже не хочу разбирать там позиции той иной партии, да, но в целом. – Ну, я не готов говорить за все объединение АТСТ и БФА и за партию Латвийское развитие, рядовым членом которой я являюсь, все, что я говорю здесь, это мое особое мнение, но мне кажется, вот этот политический спектр привычный, там, правое, левое, здесь все смешалось в Доме Облонских, и довольно давно уже, ну, вот то же самое национальное объединение, вроде бы, оно является достаточно правым по этнокультурным вопросам, но в социальной сфере это такие вот левацкие леваки, там, особенно, как только речь заходит это вопрос о демографии, тут мы, как бы, вот такие вот социалисты, чуть ли не коммунисты. Вот, поэтому здесь я бы не судил, но определенная стагнация, прежде всего, в плане представлений, когда вот какая-то вот избранная модель кажется незыблемой, и продолжается битва вот за эту латышскую Латвию, и когда нет понимания, что, возможно, какие-то вот так называемые win-win стратегии, когда не обязательно сражаться за ресурс, и ты либо побеждаешь, либо погибаешь, а можно как-то вот так организовать ситуацию, договориться, что ресурс приумножится, и все будут довольны. Вот это как-то, ну, до сих пор не вошло в латвийскую политическую жизнь, между тем, ситуация очень непростая, и я вот утром смотрел шествие, ну, по-моему, там, под эгидой бессмертного полка в Далгопилсе, когда вот несли такие вот, не просто там повязывали и прикалывали такие вот георгиевские ленточки, а несли такие вот какие-то гигантские вот такие разгигантские полотнища вот в этих цветах, вот как это происходит там, вот как мы видим там в хронике и новостях там где-нибудь в ДНР, ЛНР или там, ну, в каких-то отдельных городах России, и люди вполне искренне живут в этих российских вибрациях, и в ситуации гибридной войны, которая, с моей точки зрения, не только моей, сейчас происходит между Россией и коллективным Западом, причем эту войну объявила Россия, мне кажется, надо латвийской политике быть, ну, куда более обдуманной, и с учетом того, сколько людей симпатизирует сегодня России и ее курсу, и это мы видим сегодня в ходе отмечания 9 мая, мне кажется, вот проводить, ну, какие-то вот такие радикальные школьные реформы, вроде вот как пакета господина Шадурского в части укрепления госязыка и в государственно-муниципальных школах, и в частных, и в вузах, да, это просто, ну, какое-то, я бы сказал, предвительство, то есть ситуация, когда, ну, вот, мне кажется, правительство, латвийское правительство, которое думает о безопасности страны, с одной стороны, и о ее развитии, как консолидированного латвийского общества с другой, ну, стоит не разжигать пожар, скажем так, вот, к пространству политого бензином подносить там огоньку, а наоборот, вот, всячески тушить, купировать, налаживать взаимодействие разных общин и, ну, вести себя, ну, куда более осторожно, потому что, ну, может рвануть, и мы понимаем, что, конечно, вот ситуация в Латвии не та, что на юге Украины, в Латвии нет Майдана, и, соответственно, там, Россия пока, вот, ведет гибридную войну, но ситуация непростая, и просто, вот, товарищ правительство должно подумать. На этой ноте мы, наверное, и закончим. Думать это вообще всегда полезно. Игорь Ватольев, у нас был в студии, историк и публицист, большое спасибо. Спасибо. Спасибо.